Слава Благодарения, дорогие братья и сестры, Богу за то время, когда мы можем находиться здесь, в Доме Божьем, в Доме Молитвы. Мы можем переживать Его, молиться, слушать Слово Божие. И я вот внимательно наблюдаю, что говорит Господь. И сегодня Слово Божие говорило о том нам, что если сказал Иисусу верующему иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину, и истина сделает вас свободными. А Дух Святой говорил, неужели вам не хочется победы? Неужели вам не хочется свободы? Почему вы не молитесь? И вы знаете, и у кого-то может возникнуть, ну, эклептика определенно. Так стоп, откуда у вас Слово Божие? Или от Слова, или от молитвы, верно, нет? Вы знаете, эти два понятия нельзя разорвать между собою, но разница есть. Слово Божие говорит, что свобода все-таки от Слова. Если пребудете в Слове Моем, познаете истину, и истина сделает вас свободными, верно, нет? И вера приходит таки, откуда вы? От Слова. То есть, для молитвы нужно основание Слова Божия. Это основание. Слово Божие дает победу нам. И смотрите, когда мы читаем, по-моему, 19 глава Откровения, там Иоанн говорит, «И я видел всадника на белом коне, одежда его обогронная кровью, имя ему как?» Слово Божие. Вы знаете, но смотрите, Давид однажды получил, когда трон, он однажды сказал, «Да, я уже, ну, как бы царь, да? Но сыны соруины очень сильны, не могу еще все я вот держать. И сия, у ее власть есть». Вы знаете, для того, чтобы свободу удержать, молитва нужна. Молитва силу дает. И есть такая брошюра, вот, «Много молитвы, много сил». Я когда-то читал, вы знаете, у меня неоднозначное отношение вообще к христианской литературе. Потому что очень много, огромный шквал сегодня псевдо-христианской. И наше любопытство, природный интеллект, разум, он жадный. Мы люди очень, немногие, конечно, кто-то и читать не умеет. Сегодня книги, вот, интернет заменил, и дети скоро читать разучатся, потому что у них, они печатают, скорее чем читают. Я видел этот момент, у меня просто шок был. Как можно быстро писать? Вот. Я ни то, ни то не умею, благодарю Бога. Но, вы знаете, есть моменты, есть брошюры, вот, допустим, есть такая брошюра «Секрет и сила молитвы» Салова Астахова. Я бы ее всем советовал бы. Чего? Там раскрываются интересные вещи, просто полезные. Понимаете? Есть, есть такие вещи, что «Секрет и сила молитвы», молитва силу дает. То есть через Слово Божие приходит свобода. Но свобода есть, есть, но силы удержать ее, борьба очень жестокая, друзья, дорогие. И если мы не будем молиться, по-нормальному, не по-детски, знаете, нормально, не три минуты утром и две вечером, бо устали сильно, мы не устоим. Сколько людей, я знаю, и вы, наверное, знаете, которые неплохо знали Слово Божие и зашли в заблуждение. Дьявол обманул. Чего? Молитвы не было. Не было общения с Богом. Вот на этом месте стоял епископ всего нашего братства. И он очень искренне, я уважаю его, он и очень мужественный человек. Когда у него произошла в семье трагедия, он говорит, на фоне вот событий в жизни моей я пересмотрел жизнь мою. И понял, там было много служений, много планов было, много каких-то проектов. Я трудился, он не лодер, нет. Он очень работоспособный человек. Говорит, но я понял, что в моей жизни было очень мало времени в молитве, общении с Богом. Поэтому, друзья, дорогие, вы знаете, не ищите эклептик. Если Бог говорит, что мы мало молимся, это правда. Почему? Силы. Сегодня часто люди приходят на исповедание, говорят, да, я все понимаю, но я силы не имею. Где взять эту силу, чтобы победить мое, вот я вот, самая большая борьба, это не с соседом у меня, и не там с кем-то. Сегодня многие пытаются свои неудачи свалить и на президента, и на политиков, и на соседей, и на пастора, и на диаконов, на кого угодно. Да, не блещим тоже, наверное, силой, вот, есть над чем думать, работать, но, друзья, дорогие, самая жестока борьба. Кого-то можно как-то пересилить, у другого церковь пойти, все, но как ты себя победишь? Без молитвы, друзья, дорогие, ну никак, поверьте. Молитва дает силу, именно там сокрыто. Лермонтов когда-то это знал, помните стихотворение, верится, там в конце и плачется, и так легко, легко. Слава, благодарение Богу. Друзья, дорогие, будем ценить слово, надо пребывать, время проводить, каждый день, как кушаем хлеб. Нужно пребывать в слове, читать его, и читать не галопом по Европам, как мы часто делаем, нет времени, да-да-да, понял, не понял, проскакал, как рыбу едим, да, то, что проглатываем, что понимаешь, выплевываем, ох, мы выплевываем очень много, поверьте вы мне, я знаю. Многие вещи сегодня христиане выплюнули. Один свидетельствовал человек, не за кафедрой, вот так вот, это его свидетельство, и он, знаете, вот так слово, я так понимаю, вот это не так, вот так, я так не понимаю, вот это не так, вот это не так, вот, и он так жил, и много себе позволял. Но пришли в жизнь проблемы, и он начал молиться, Боже, почему проблемы такие в моей жизни? И однажды Бог его сном уразумел, уразумил. Он читает Библию, потом раз, вырвал один листок, потом второй из Библии вырвал, третий, и вырывал по жизни, так читал это, оставляя это, и осталось всего ничего. И он в страхе проснулся, и он понял, что он делает. Вы знаете, Библия вообще, это не моя даже мысль, не моя фраза, вот, что Бог нам дал Слово Божие для исследования, а не для просто чтения, бо надо, бо год пройдет, и вот пастыр спросит, кто из вас Библию прочитал, или там еще братья с Украины любят такие вопросы задавать, чтоб было что сказать, то лучше надо почитать за год, пробежать и проскакать. Нет, друзья, дорогие, Слово нужно изучать, в Слове нужно пребывать. Понимаете, если нам что-то непонятно, не просто выплюнул как кость, нет, Слово Божие – это не кость, это истина великая. И если что-то нам непонятно лучше, Божие открой и на молитву, а Бог откроет, и свобода придет через это. Понимаете, Слово без молитвы не действует, а молитва без слова. Вот, и когда вы заходите сюда и смотрите, люди на это здание читают, дом что, чего? Не театра, не дом развлечений, не дом широких интеллектуальных понятий, как многие нам сегодня предлагают, чтоб в доме молитвы и кино можно было смотреть. Это я слышал, вот, пастыра рассуждают, так, не которые, я слышал это, что надо, чтоб и волейбол тут молодежь играла, и фильмы смотрела, и тут и библиотеку, и все тут было. Нет, это дом молитвы. Слава, благодарение Богу, когда мы его используем точно по назначению. И Бог говорит сегодня нам, что где молитвы наши? Мы хочем иметь силу, а молитвы времени хватает. То это неправильно. Слава, благодарение Богу, друзья, дорогие, я зачитаю одно место священного писания, мы порассуждаем. Это девятнадцатая глава, вторая царств. И сказал Иав, «Вот царь плачет и рыдает об Авиасоломе, и обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И входил тогда народ в город украдкою, как крадутся люди стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. И царь закрыл лицо свое и громко взывал, «Сын мой, Авиасолом! Авиасолом! Сын мой, сын мой!» И пришел Иав к царю в дом и сказал, «Ты в стыд привел сегодня всех слух твоих, спасших ныне жизнь твою, и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя, и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авиасолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь, в эту ночь не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь, и сел у ворот, а всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришел весь народ пред лицо царя. Израильтяне же разбежались по своим шатрам. И весь народ во всех коленах Израилевых спорил и говорил, царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян. А теперь сам бежал из земли сей от Авиасолома. Но Авиасолом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне. Почему же теперь мы медлим возвратить царя? Слава Благодарения Богу! Вы знаете, дальше там я не буду зачитывать мест священного писания, но напомню кое-какие события, которые предшествовали этому месту. Вы знаете, там если выше подняться немножко в 18 главу, мы видим, что когда Авиасолом восстал на царя, был Ахитофел, который такой совет дал, такой ужасный просто совет, Авиасолому сына Давида, чтобы он на кровле дома, он сделал себе такое там, ну, я не знаю, как помещение или что, и чтобы там перед всеми людьми осквернил жен и наложниц отца своего царя. Вы знаете, злей, безумнее, жестче, нельзя было придумать ничего. Ахитофел был очень умный человек, он был советник царя, и вдруг он повернул против царя, и так жестоко, и Авиасолом послушал. Он восстал против царя, раз, сделал такое ужасное злодеяние, вот, осквернил ложи отца, что было сильным злом в очах Божьих и в очах всего народа. Перед этим он лестью крался в сердца, вот, там написано, он останавливал израильтян, и обнимал, и говорил, вот, вот, твое дело хорошее, но тебя ж никто ж не выслушит, вот, если бы я был царем, вот, тогда бы, да, я бы тебя выслушал. И он вкрался лестью в сердца израильтян и поднял восстание против отца, и отец убегал. Вы знаете, вот, когда происходило сражение, перед сражением Давид просил военачальников, слышали все, сохраните жизнь отрока. Вы знаете, сегодня в братской комнате мы разговаривали о культурной, как раньше, как сегодня, какая сегодня культура, и раньше бороды носить. И у той юноши, Весолома, знаете, уже была борода, вот, по сих пор. Ну, я примерно так. Понимаете, что на юноши уже он, он жизнь прожил, уже какой-то такой, он воин был, он вождь стал, его царем поставили. И вот Давид плачет, только отрока, знаете, вот таких глазов, кто вообще ничего не слышал, никогда Слово Божие не читал, мы с вами это знаем уже, да, и вот эту вот просьбу, сохраните хоть отрока. И в нашем сознании клянь такой, да, и вот сохрани, ну, как же ее не сохранишь, верно? Но когда мы знаем, что этот, простите, отрок уже утворил, и до этого, что он сделал, ну, вы знаете, уже его поступки тянут не на отрока, а он, сохраните отрока. Ну, и пошла война, и вот один увидел, висит, а весолом, вот, сказал Иаву, Иаву, ты чего его не поразил? Говорит, ты что, не слышал, что Давид говорил? А что с тобой говорить? Взял три стрелы, и взял его туда, а потом десять его слух, его ищей дорежьте, и все, убил. Чего он так сделал? Когда мы читаем ниже, придите домой, почитайте, это 12 глава, там идет, вот, второе царство. Почему он щадил? Он щадил народ. Почему Давид, а весолом так поступил? Он щадил народ. Понимаете? Он, Иав хорошо знал, он был военачальник, это воин был, мужественный, сильный. Понимаете? Помните, как они с Овесой сражались, когда, вот, и он говорит, если меня будут враги побеждать, то ты придешь ко мне на помощь, если тебя я буду видеть, я к тебе приду на помощь, и Иав говорит, будем сражаться за народ Божий, за народ Израиля, будем вместе подвижаться, сражаться. Знаете, мне понравились его слова, да у него были вещи, он жестоко поступал, как он уничтожал оппонентов своих, подло, Иав. Но у него было все-таки патриотизм был, у него героизм был, дерзновение, и он был умный очень полководец. И вы знаете, он знал, что такое лесть, сила лести, он знал, как Израиль настроен по отношению к Давиду, что Авесолом влез в сердце лестью, и он точно знал, покуда будет жив этот человек, Авесолом, война будет продолжаться. И это было сто процентов. Почему? Авесолом, вот есть преобразом дьявола, если взять в преобразном отношении, вот, погиб между небом и землею, был поражен. Так получилось. И вы знаете, покуда во грех будет жив, народ будет грешить. Это однозначно. Говорит, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, злую похоть, то я уже другую линию беру, понимаете, духовную. Покуда, почему, говорит, умертвите земные члены ваши. И я знал хорошо, покуда Авесолом жил, то Израиль будет воевать, люди будут гибнуть, погибать. Вы знаете, но почему плакал Давид, так сокрушен, что он не видел, неужели сердце его не было оскорблено поступком Авесолома? Неужели сердце его не было возмущено? Восстанием Авесолома? Было. Не был он каменным сердцем, и у жен своих, и наложниц, которых осквернял Авесолом, жалко было тоже. И он тоже был нормальный мужчина. Это было тоже по его гордости, как бы, и вот, ну, понимаете, что произошло. Но почему же Давид все-таки плакал? Неужели он такой бессердечный таки, как об этом думал Яв? Нет, друзья, он имел мягкое сердце. Нет. Но вы знаете, знал Давид, почему Авесолом пошел против него. У него грех был с Версалией. Помните, как он Урию устранил? Там подлость была с его стороны. Он употребил это. Скрыть свой... Он сначала согрешил. Это был единственный его поступок. А все дальнейшие были действия, как он звал Урию, ему дал есть, отправил домой, потому что она была уже, ну, в положении в Версалии. Понимаете, что? И это тоже Бог видел. И потом пришел пророк Нафан. Рассказал такую вот притчу об овце единственной у человека, и как богатый забрал эту овцу, да? Говорит, смерть тому человеку. Говорит, ты тот человек. Ты тот человек. И он начал сожалевать. И Нафан говорит, вот, я прощаю тебя, но за это зло из твоего дома возникнет. И твои... ты сделал тайна грех. Но твоих жен будет открыто, и наложниц осквернят. Это было следствие, и Давид знал причину, почему умер Авесолом. И поэтому он горько плакал, потому что знал, его вина было в том, что Авесолом пошел по такому жесткому пути. вы знаете, вот, почему, скажем, я уже как-то, наверное, говорил эту мысль, почему Ахитофел так поступил в зло. И когда вот через Хусию был раскрыт, вот, или этот заговор разрушен, он просто пошел и закончил жизнь самоубийством. Почему он так жесток был? Оказывается, когда мы читаем родословие, то мы читаем, можно там увидеть, что Давид так поступил с его внучкой, это была его внучка. Представьте себе. И ее отец был в дружине Давида, и он ничего не предпринял. А вот Ахитофел был дедушка Версавии и в сердце допустил отомстить. Но Бог разрушил эту месть. Вы знаете, смотрите, когда я вот это узнал, я был в шоке. Как так? Вот причина. У всяких действий есть причина. У Давида была своя причина, у Ява была своя причина. Яв тоже был прав. Покуда жил, был Авесолом, война не закончилась бы. А Давид плачет. Почему? Он знает, почему так произошло. Смотрите, как все происходит. Происходит интересно. И мы вот дальше если заглянуть, то когда уже сын Соломона стал власти, разделился Израиль и Иуда. Вы знаете, а уже мы здесь видим разницу. Уже трещина дала тут Израиль, Иудея, кто поддерживал Давида и кто взял кому Авесолом вкрался. И вы знаете, тоже во время сына Соломона тоже было неоднозначно, уже были трещинки, а это была уже определенная конкретная точка. Вы знаете, как мы часто в жизни своей что-то зная, чего-то не зная, и мы рассуждаем вот тут прав, тут виноват, начинаем устанавливать свою человеческую справедливость и говорим то, чего не знаем, начинаем рассуждать с точки зрения там властей, вот надо было так, а то, что, вы знаете, кто-то сказал, человек, который не знает, что делать со своей жизнью, через выпитых 100 грамм уже знает, как государством управлять. Это правда. Мы часто рассуждаем над вещами, над которыми мы не понимаем, мы не знаем, мы что-то знаем, а чего-то не знаем, начинаем рассуждать. И слово Божие говорит, не судите друг друга, у нас нет, Бог не дал. Так мы, да, мы не все с крыльями ходим, и вообще с крыльями никого вообще не видел, мы люди. А Слово Божие говорит, там первую главу, если Иоанна читать, вот, Слово Божие говорит определенно, вот, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то мы имеем общение друг с другом. И кровь Сына Его, Иисуса Христа очищает нас от чего? От всякого греха, верно, нет? И это к кому? Может, к пастырам это не относится, или к деканам? Да нет, в первую очередь еще. Вот вам пожалуйста. И если мы говорим, что не имеем греха, то что? Мы обманываем самих себя. Вот вам пожалуйста. Как же мы можем тогда судить, какие-то вещи размышлять? Да, мы видим, кто-то упал, но мы не видим, что послужило к этому зачастую и начинаем судить, начинаем рассуждать. Этот прав, этот виноват. Друзья, дорогие, это большая глупость. И если стоит следить за кем-то, за самим собой, как за последним вором, понимаете что? Если кому-то не верить, то это самому себе, своим чувствам. Что такое чувство, воля, разум? Это наша плотская сфера. И разве не о ней написано, что человеческая мудрость это человеческая, да? А еще какая? Страшно и говорить, бесовская оказывается. Вот что, враг душ человеческих имеет прямое касательство к нашим чувствам, к нашему разуму. Грибоедов когда-то писал город чего? От ума оказывается. Но многие христиане думают, чем побольше начитаются мудрых книг умных, чем больше информации нахватаются, тем они будут умнее. Нет, увы, все наоборот. Есть в мире такое высказывание, кто владеет информацией, тот владеет миром. Но, друзья, дорогие, на самом деле ровно наоборот. Кто владеет информацией, тем мир владеет. Как нами мир может владеть? Посредством информации. Что мы должны делать для того, чтобы мир нашим разумом владел? Побольше читать. То, что нам предлагают без разбору, все подряд. Вот. То насчет читать, я вам хочу сказать, тот не ошибается, кто Библию только читает. Отмел все, что подряд. Если вы сегодня многие, знаете, когда пошли пандемии, все, и сайт пророчеств, и туда влазят, и без разбору, все грибут. И что для евреев там сказано, и что для Америки, все пророчества в их голове. Что там творится? Без разбору. Ты разбираешься в них. Ты понимаешься в этом. Все, информации туда. Друзья, дорогие, информация не просто лежит в нашей голове, она работает. Это мы думаем, ой, я там читал, мне этого ничего не дало, ты глубоко ошибаешься. Еще как дал, еще как даст. Слово Божие есть. Та информация, которая освобождает нас, дает нам понимание, мудрость, а молитва, Дух Святой силу дает. Слава, благодарение Богу. Но я хочу еще один момент подчеркнуть. Не могу его не подчеркнуть. Давид, мне он нравится. Знаете, он не был безошибочным человеком, и я не без ошибок. Знаете, что? Но мне в нем нравится, он был муж по сердцу Божию. Знаете, он сокрушался, он плакал за свои грехи. Знаете, написал такой псалом, адресовал начальнику хора. Я просто в шоке. Знаете, как так? Адресовал псалом, и там как Давид вошел к Версавию. Вот представьте себе храм, Давид садится, встает руководитель хора и зачитывает псалом, поем номер такой-то, как Давид вошел к Версавии. Вы что-нибудь можете представить? Я раз видел одного пастора, который каялся перед церковью, церковь рыдала вся. Понимаете, я видел это. Я был в шоке просто. Я не призываю к этому всех. Нет. Это, ну, ситуативная вещь, такие. Но Слово Божие говорит, и вот Давид он мог так каяться. Знаете, дал бы нам всем такой Бог, какие псалмы писал, молитвы какие. Когда читаешь, просто дух ликует, радуется. Слава благодарения Богу. Но он на тот момент поставил Сына Своего выше народа Божия. Люди гибли. Я так подумал, стоп, а не у нашей сегодня этой ситуации имеет место? Вы знаете, когда стал выбор там вечности на небе, кого послать? Сын сказал, вот я, пошли меня. И Слово Божие, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, когда стал вопрос о нас с вами, о погибающих грешников, наркоманов, алкоголиков, там, блудников многих людей, до чего опустилось это греховное общество, то Он Сына так написано Отец так возлюбил этот мир погибающий грешный, Он говорит, когда мы были грешники, Он возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Кого мы любим, друзья, дорогие, мы любим кого, кто любит нас зачастую, кого мы уважаем, кто нас уважает, если чуть не так, я уже могу этим, Хайон, если той пошел дверью, то я этими пойду. Знаете? И мы обманывая, лжом себя в наглую. Нет, он мне, ну, я его не ненавид, просто встречаться с ним не хочу. А? Нормально? Правда? А то, что он тоже омыт кровью Христа, о том, что за него умер также Иисус Христос, что это Божье дитя, ничего вам не говорит? Вы знаете, я встречал еще такие вещи, когда кого-то его надо так и отлучить, все. Тут раз свое дитя попалось всю пастку, его надо простить, вот это мое дитя. Так? Ровно как Давид в той ситуации. Да, это тоже может быть вещь, но это имеет жизнь. И что мы имеем в сумме? Что для нас дороже, кровь Христа или родня по плоти? И вы знаете, ответ неоднозначный. Увы. Пусть даст нам Господь, чтобы кровь Христа для нас была дороже. И Павел говорит, я не стал советоваться с кровью и плотью. Когда пришлось выбрать служение, я уже упрощаю эту мысль. Дал бы нам Господь, друзья, дорогие, сердце Давида в покаянии, но извлечь уроки из этих историй, чтобы не судить, потому что да не судимы будете. Это я говорю себе прежде всего и всем нам с вами. Давайте помолимся. Пусть Господь нас благословит, и это слово в нашем сердце. Аллилуйя, вечный Бог, слава Тебе, благодарение Тебе, великий вечный Бог, мы благодарны Тебе за спасение, за дар вечной жизни. Господи, слава Тебе, Отец Небесный, хвала Тебе за жертву Сына Своего Божия, когда пришел выбор сделать, Ты Сына не подшадил ради нас грешных людей и отдал Его на крест Голгофы. Аллилуйя Тебе, слава Тебе, благодарение Тебе, великий вечный Бог, мы благодарим Тебя, прославляем имя Твое Святое за жертву Голгофы, за бронзенные раны, за Твою великую любовь, Господи, дай нам искать любви Твоей, Господи, достигать любви, Господи, мы сегодня ревнуем о дарах духовных, об исцелении дарах, о дарах пророческих, Господи, о дарах истолкования, они нужны нам, но прежде всего дай нам ревновать о чудесном даре любви, чтобы мы могли любить, сострадать, не осуждать, Господи, да прославиться через это имя Твое Святое, да прославиться Твое Святое имя, Господи, Твое Слово говорит, что если будете любить друг друга, тогда мной все узнают, что вы мои ученики, Господи, дай нам этой любви Твоею, чтобы этой любовью могли покрывать, Господь, Иисус, друг друга немощи, Господи, этой любовью могли двигаться, Господь, Иисус, да прославиться имя Твое Святое, тебе да будет за все слава и хвала, великий вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.